Продолжение следует... Кислинка, например, бальзамический уксус, который я сейчас буду использовать, 3 столовые ложки растительного масла, 1 столовая ложка бальзамического уксуса, обязательно, конечно, перчик свежемолотый, щепотка соли. Ну и тут некоторые добавляют и лимон к уксусу, некоторые, например, берут уксус красного вина или уксус шампанского. Я недавно услышала о таком способе добавить немножко холодной воды, но именно холодной, где-то столовую ложку, столько же, сколько добавляешь кислой среды, в принципе. И вот теперь можно сказать, что заправка у нас готова. Вот он соус. Здесь у меня рукола. Вот я руколу заправляю. Можно сюда подавить чесночок, можно покрошить шалот, вообще горчицы добавить и так далее. Ну вот так, мне кажется, для летнего салата очень она легкая получается. И то, что нужно. В оставшуюся заправку здесь у меня мягкий козий сыр. Можно сказать, что такой козий творог. Где-то грамм 60 козьего творога прямо в эту заправку. Вот как раз вместо горчицы это и получится. Вот, посмотри, заправка готова. Тебе должно быть хорошо видно, что здесь у меня остались комочки. Теперь, что касается мяса. Тонко-тонко, так тонко, как только у нас это получится. Если хочешь, можешь добавить немножко кедровых орешков. Часто кедровые орешки подают карпаччо, но тогда его делают, когда из свежего мяса с пармезаном. Но вот я никаких орешков добавлять не буду, потому что я обожаю этот козий творог. Я обожаю его вкус. Поэтому мне кажется, что здесь все довольно гармонично и так. Ну, у нас совсем с тобой неплохо получилось. Довольно тоненько. И мне кажется, это принципиально, это делать не с ветчиной, там даже с пармской или еще с какой-то, со свиной, а именно с говядиной. То есть, потому что у говядины такой вкус довольно, как бы сказать, менее нежный, чем у ветчины. И вот так вот распределяешь заправку и на листики. И все вместе это будет именно то, что мы хотим. Вот, теперь чуть-чуть вот так вот перемешать, чтобы листики тоже получили свою долю этой замечательной козьей заправки. Так, осталось добавить немножко петрушки наверх. И все. Совсем не замысловато, но, поверь мне, очень и очень вкусно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!